Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел новогодний прием с лучшими школьниками, студентами, воспитанниками детских домов и школ-интернатов региона. В ходе приема губернатор вручил молодым людям благодарственные письма за высокие достижения в учебе, активную общественную и творческую деятельность. В мероприятии приняли участие 120 школьников и воспитанников детских домов в возрасте 14-17 лет со всех муниципальных образований. В течение года они показали высокие результаты в учебе, спорте, творчестве, общественной и научно-исследовательской работе. Также на елке губернатора Хабаровского края побывали школьники, отличившиеся в спорте и учебе с города Амурска. Меня пригласили за спортивные достижения. Но я думаю, что когда я выиграл первое стадо-дельное восточное федеральное округа, за них пригласили еще и на международных соревнованиях занял третье место. Езжу второй год, впечатления были хорошие, встреча с губернатором, потом обратно ездили на заимку, была по программе «Квест-игра». Десяти ребятам глава региона вручил стипендии губернатора края за особые успехи в области культуры, образовательной и спортивной деятельности. Еще пять человек получили благодарственные письма и ценные подарки. Правительство Хабаровского края приветствует активность инициативных школьников и создает все условия для реализации ваших талантов. Для этого проводятся предметные олимпиады, конференции, выставки, различные соревнования, конкурсы и фестивали. Для развития технического творчества действует около 350 кружков к робототехнике. Совсем недавно в Комсомольске-на-Амуре открылся первый в крае детский технопарк. Более тысячи молодых людей ежегодно бесплатно обучаются основам ведения бизнеса в рамках программы «Ты предприниматель», сказал Вячеслав Шпорт. Стипендии губернатора края, даренным детям за успехи в образовательной деятельности, культуре и спорте, ежегодно вручаются с 2007 года. За это время почетные награды получили ровно 100 человек. А самые даренные дети имели возможность провести новогодние каникулы в Москве. Так в состав делегации вошли 12 школьников с Хабаровского края. Среди них отличники учебы, победители различных конкурсов, творческих викторин и олимпиад. В столице по приглашению правительства Москвы они провели неделю. Всего участия в проекте приняли более 300 детей из различных регионов страны. Для ребят принимающая сторона подготовила увлекательную новогоднюю программу. Дети посетили музей космонавтики и зоологический музей. Третьяковскую галерею стали свидетелями новогодних представлений в Храме Христа Спасителя. Побывали на театрально-церковом шоу на воде в спортивном комплексе «Олимпийский». А также побывали в Московском международном доме музыки и Государственном Кремлевском дворце. Все расходы по пребыванию детей в столице взяло на себя правительство Москвы, тогда как стоимость перелета – администрация муниципальных образований.